доброе утро доброе утро дорогие друзья мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору сегодня у нас сейчас вам скажу какое ава во игра сегодня у нас 18 ава 18 ава 15 августа и мы продолжаем изучать тору значит книга первая которую мы изучаем называется айом-йом айом-йом и в сегодняшнем уроке в этой книге значит говорит нам миттеллер рэбэ это был средний рэбэ второй любая часть рэбэ то есть первый был альтера рэбэ второй был миттеллер рэбэ и он говорил от имени своего отца альтера рэбэ значит первых рэбэ который основал движение хаббат говорил он так что любовь к другому еврею должна наполнять человека вплоть до готовности к самопожертвованию то есть есть в торе всевышний дал еврейскому народу дал заповедь в авто лереха камоха возлюби ближнего как себя так заповеди обязательно к выполнению для еврейского народа то есть это было со всех сторон обязательно клятва выбор в и так далее то значит они очень это как знаете как как есть спецназ в армии и в этот спецназ я бы например мне бы не за какие деньги ну может быть за какие-то деньги бы и заставили но вряд ли даже но идти в спецназ я бы не пошел потому что я видел как они тренируются я бы не выдержал то есть я не понимаю как можно такие терпеть как сказать мучения до тренировки ради того чтобы быть в элитном спецназе я бы сказал бы ни за что мне не надо это а есть люди которые борются 40 человек конкурс на место чтобы попасть в израиль и в элитный спецназ то есть то же самое евреесте народ то есть одни скажут о избранный народ но это это как спецназ то есть ты обязан вплоть до того что быть настолько любить другого еврея как спецназе они друг друга тоже они зацеплены друг на друга что готовы там жизнь друг за друга отдавать а тут просто за другого еврея должен быть готов к самопожертвованию это очень странная как сказать странное требование да но но она не входит в логику это именно это именно такое как сказать хасидут это делать больше чем ты должен делать и что то есть почему должен быть так любить другого еврея чтобы быть готовым самопожертвовать пожертвовать собой своим временем своим я вспоминаю как воспоминание дочери ровыцкого козильбера она пишет нас детстве так воспитывали что мы рабы для других людей можете себе представить как рабы для других людей вот мы собираемся семьей идти папа мама дети кто-то заходит в дом и мы уже садимся и никто слова не говорит что мы собирались выйти что у нас были планы то есть мы полностью у нас были подчинены служению другим людям и это быть евреем это очень сложно это очень сложное не каждый на это пойдет евреи которые должны это делать они тоже скажет мне 710 я не готов значит ну вот так вот этого сегодня мы узнаем кстати а что будет с теми кто не готов то есть вроде бы как бы это же roughly добровольные они это сейчас мы узнаем добровольно это ли не добровольно Теперь дальше. Обретение неба на земле. Это другая грань отношения с людьми. То есть, это грань первая, будь готов к самопожертвованию. Это такое, знаете, как сказать, даже у меня нету слов. Это требование и пожелание, которое для большинства людей невыполнимо. Так любить ближнего, чтобы быть готовым за него быть самопожертвованием. Ребенка своего, да. Родителей, да. Жену, да. Еще можно найти таких людей. Многие люди готовы, очень любят своих очень близких родственников. Но просто какого-то человека, просто за его принадлежность к тому же народу, которому я принадлежу, это против всякой логики. Тем не менее, Тора нас обязывает. Обязывает к этому, да? Обязывает. Вот так вот. Дальше. Обретение неба на земле. Довольно известный раввин пришел к Цемахцедоку, это вот третий любая частерая Б, и говорит ему, начал жаловаться. Он ему говорит, о, говорит, никто не считается с моим мнением. Коллеги топчут меня ногами вообще. То есть, спорят со мной, не уважают меня. Все. Начал он ему жаловаться этот раввин. Довольно известный раввин. А Цемахцедок его слушал и удивился. Он говорит, а кто же велел вам так широко располагаться, что куда бы люди не ступили, они не могут не наступить на вас? Тут, значит, давайте подумаем, что он ему ответил. Во-первых, надо понимать, что тот, кто пришел, был раввин. И он пришел за тем, чтобы Цемахцедок не пожалел его, а дал ему направление в служение Всевышнему. То есть, раввины, это те, которые профессионалы, профессионалы в служении Всевышнему. То есть, они такие прям вообще, они уже раз шапку одели, бороду отпустили, они должны быть вообще спецназом. И они поэтому приходят к Рэбе, и Рэбе им говорит какие-то наставления, увещевания. И он ему говорит, вот, меня не уважают. А тот ему говорит, а что ты так широко растянулся-то, да? То есть, вот это ощущение, уважают меня или не уважают, оно очень сильно регулируется уровнем ожиданий самого человека. Например, если человек себя ценит на 100 баллов, он считает, что я 100 по 100-бальной шкале, и я во всем прав. А другие люди ему говорят, а мне кажется, что ты ошибаешься. Оп, ему, значит, сразу его, его как бы, напали на него, да? А если он говорит изначально, я ничего не знаю, я ничего не умею, я ничего не понимаю, да? Ему говорят, ты ничего не знаешь, ты ничего не умеешь, ты ничего не понимаешь. Он говорит, да, точно ты заметил. Вот знаешь, вот реально молодец. Так точно заметил. Понятно, да? То есть, и он ему на это указал. Он ему говорит, смотри, чем больше ты считаешь, что ты прав и тебя должны уважать, тем больше тебе будет больно от того, что тебя не уважают. Чем больше ты стремишься к вниманию других людей, тем больше тебя будет это невнимание ранить. Да, есть известное такое выражение, что тот, кто гонится за почетом, почет от него убегает. Тот, кто гонится за почетом, почет от него убегает. И это вот тот же принцип, да? Если я хочу, чтобы меня почитали, уважали, то я буду прям стараться это делать. И если я этого не получаю, страдания. А если я просто, ну, человек делает что-то, делает, потому что он считает, что нужно это делать. И он не уверен в том, что это правильно, но, тем не менее, он считает, что да, я буду делать. Потом ему кто-то говорит, это неправильно. Он говорит, да я сам сомневался. Ему говорят, да ты поешь плохо. Он говорит, ты знаешь, я вот реально, как бы, есть варианты. Некоторые так думают тоже. Я иногда сам так думаю. Ну, то есть, бывает. И все, и он такой неуязвимый. То есть, он просто неуязвимый. Понятно, да? Все. Двигаемся дальше. А я уже, кстати, слава Богу, Владимир в спина выздоровел. То есть, все, ну, спасибо, что желаешь. Спасибо, что желаешь. Потому что тот, кто молится за здоровье других, тому Бог даст в первую очередь здоровье. И то, что он просит ему, если особенно самому это нужно, он просит за других, так ему Бог ответит в первую очередь. Все, двигаемся дальше. Сегодня недельная глава, продолжение недельной главы. Вчера мы читали первый отрывок. Эков Тишмун. В следствии, что будете слушать законы, будет у вас, идут благословения, 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 благословения. А сегодня у нас второй отрывок. И он, говорит, начинается словами. Ишамер леха, остерегайся. Пентишках, это Шемел кеха. Может, забудешь ты Бога Всесильного твоего. То есть, Машер Абейн от имени Бога обращается к еврейскому народу. И говорит, остерегайтесь, говорит, чтобы не забыли вы Бога Всесильного твоего. То есть, это идет обращение к каждому. Не соблюдая его заповеди. То есть, тут у Мишпотава его постановление. Вы Хукотава и его... Хукотава, это такие непонятные постановления. А Шеран и Химит Савкаем, которые я тебе приказал сегодня. Здесь есть очень важная дополнительная такая информация для нас. Когда человек говорит, я Бога люблю, а ну и что? Как ты это выражаешь, свою любовь? Он говорит, я никак. Я просто люблю. Вот просто люблю. А что? Я же должен как-то выражать. То это не называется любить. Почему? Вот давайте представим ситуацию просто понятную. Муж приходит домой. И жене говорит, дорогая, я тебя так люблю вообще. Она ему говорит, ну хорошо, вытянь мусор. Говорит, нет, нет, это совсем другое. Ну то есть, при чем тут это? Я тебя люблю. Она ему говорит, ну давай, может, поужинаем. Он говорит, не, не, у меня сегодня ужин с другой девушкой. Значит, я уже договорился, как бы, я иду с ней ужинать. Она говорит, секундочку, ты же меня любишь. Люблю вообще, просто так люблю. Ну слушай, это другое совсем. Это другое. С тем я ужинаю, это никого не касается. Это то же самое, что человек говорит, я Бога люблю, да. А что ты кушаешь? Не кошерное. Секундочку. Бог же сказал кушать кошерное. Не, 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 это другое. Я Бога люблю, но чтобы я кушал кошерное, это извините. Нет. Понятно, да, идея? Значит, и он поэтому поясняет Маширабен. Если ты забудешь Бога, и выразится это в том, что ты перестанешь соблюдать Его заповеди, законы, постановления, которые я тебе заповедую сегодня в Торе. И дальше он идет, разъясняет, в какие моменты это обычно случается. Пентухаль вэсавата, ты покушаешь, насытишься. И построишь хорошие дома, и сядешь в них, а сядешь. То есть, тебе уже Бог не нужен. Еда есть, дом есть, все у меня есть. Будет у тебя много скота, будет у тебя много серебра и золота. И все, что тебе нужно, у тебя умножится. 14-я тревак. Вэрам левавэха. И поднимется твое сердце. То есть, станет оно высоким. Ты высокомерным. Станешь таким я, гордым. Значит, и поднимется твое сердце. Вэшахахта эташамалакеха. Забудешь ты Бога Всесильного твоего, который вытащил тебя из земли, иди пицкай, из дома рабства. Который вел тебя по пустыне. Который спасал тебя от опасности. Который извлекал для тебя воду. Который питал тебя маном. Значит, все ты забудешь, забудешь, забудешь. Вэамарта болевавэха. Скажешь ты в сердце твоем. Сделали мне все это богатство. Чтобы было понятно, я вам сейчас расскажу такую типичную историю. Значит, один богатый человек, бизнесмен, встретил своего одноклассника, который сидел на скамеечке в парте. Бомж такой. И, значит, сидел на скамеечке, пил пиво какое-то. Допивал чью-то бутылку. И этот одноклассник, который был богатый, бизнесмен, его пожалел. Ему говорит, слушай, давай, ну как ты так опустился, давай я тебе дам работу. Он говорит, а что, я ничего не могу, ничего не умею. Говорит, ничего, я тебе дам очень легкую, простую работу. Главное, что ты будешь работать, зарабатывать, все. Тут говорит, какую. Он говорит, тебе нужно брать, заезжать в один офис. Брать там чемодан с деньгами, значит, приезжать, привозить этот чемодан в другой офис. И в этом офисе, значит, из чемодана брать себе пачечку, там, 10 тысяч долларов. И, значит, это будет твоя работа. Тот говорит, ну на это я способен, да. Значит, он начинает ездить, перевозить эти деньги. И, значит, через уже там несколько месяцев он уже снял квартиру, купил хорошую одежду, женился, потом купил квартиру. И вот через примерно год он уже там начал выполнять более какие-то серьезные поручения. Но главная его работа была, это перевозить деньги и брать себе часть этих денег. И через год где-то он сидит на кухне такой, наливает себе очень дорогой коньяк, выпивает. Жена красавица. А он расстроенный вообще такой сидит, вообще прям злится прямо. Жена говорит, а что ты злишься так, расскажи, что случилось? Он говорит, смотри, вот видишь, я такой человек, вот все у меня есть, видишь, квартира есть, деньги есть. Вот я зарабатываю хорошо, все. Я вот только одно не понимаю. За что я ему отдаю вот этот весь чемодан? Вот он-то, за что я ему этот чемодан отдаю? Если я его забрал, я его перевожу. И он на это злится, забыв, что кто ему дал работу и так далее. Это самая частая ситуация в жизни, когда люди, получая или друг от друга, или от Всевышнего, все, что у нас есть от Всевышнего. Каждый проходил в жизни моменты детства. Маленький беззащитный ребенок прошел, не заболел, не умер. Уже будь доволен, будь счастлив. Сколько людей заболевают, умирают, падают, не встают и так далее. То есть тебе повезло. Значит, забывают про Всевышнего. А здесь об этом говорится, что забудешь ты Всевышнего и скажешь, именно в момент, когда все хорошо, человеку свойственно сказать, сила моя и мощность моя, они, значит, сила моя и мощь руки моей составили мне все это богатство. Вот именно в момент, когда человек получает от Всевышнего удачу, он забывает про Всевышнего. И говорит Мушарабейну от имени Бога, говорит, «Везахарте эташамелкеха, помни Бога Всесильного твоего, тиуанутенлеха, коахлясот хаэль», что он дает тебе силу сделать вот это все твое достояние, достояние, богатство. «Лиман атимэтбрито», и он это делает не из-за тебя вообще даже, а потому что установит союз, который он поклялся твоим отцам в Кайомазе, как этот день, то есть он им поклялся, что так будет, все. И то, что тебе прет, и то, что тебе повезло, и так далее, это просто, ну вот, поклялся отцам. Значит, и будет. Дальше продолжает Мушарабейна. «Вая, имшакуахтишках, эташемелкеха, если ты забудешь, забудешь Бога Всесильного твоего». Будешь идти за другими богами, имеется в виду за другими силами, идеологиями и так далее. И будешь им служить, и будешь им поклоняться. Значит, я тебе, говорит, свидетельствую тебе сегодня как день, что поднимите вы, пропадете вы. То есть те, кто служат другим богам, пропадают. Бог прямо здесь поклялся, пропадете, пропадете. Все. Это вчера, в шаббат в этот я слышал один раввин. Он рассказывал, как его научный руководитель, этот раввин, он в Англии был, защищал докторскую диссертацию. Его научный руководитель был, фамилия его была Абрамский, не помню, сын великого раввина Ихестеля Абрамского, который, когда его отца арестовали коммуниста, он сам стал коммунистом, представляете? И вот он стал коммунистом, и он был коммунистом-сталинистом, но потом, когда его коммунисты-сталинисты хотели тоже убить, он как-то от них убежал. Убежал в Англию, но продолжал быть коммунистом-сталинистом. Настолько человеку, представляете, для него это была такая трагедия. Он оставил веру предков, он оставил своего отца, он стал коммунистом. И теперь признать, что коммунисты-злодеи, что это была пустая идеология, это для него было очень сложно. И в итоге он, когда все-таки, ну, он понял, что это уже не работает, да, эта вся идеология, и он отказался от этого. Он говорил вот этому своему, ну, как бы, чей он был научный руководитель, он говорит, у меня полная, говорит, идеологическая пустота. Вернуться к своей вере, вере отцов, я пока не могу. Ну, что-то его держало, не пускало. А, значит, ну, я уже не коммунист, и он остался пустой. Значит, вот здесь написано, что если ты забудешь Бога и будешь ходить за божествами чужими, служить им, поклоняться им, то свидетельствуя против вас сегодня, поднимите вы. Как народы, которые Бог губит перед вами, Моабит это как теряет, которые так же вы, значит, потеряетесь, если не будете слушать голос Бога Всесильного вашего. И дальше он говорит, шма, Исраэль, слушай, Израиль, ата овера йом это яарден. Ты сегодня переходишь в Яарден для того, чтобы прийти и унаследовать землю народов, которые были более великие и более большие и более сильные, чем ты. И, значит, это народ, который населял землю Израиля до того, как пришли на Исраэль в Израиль. Ам-гадоль-вырам. Это был большой народ и возвышенный, да? Сыны великанов, которых ты знал, которые были раньше когда-то, от которых ты слышал, и никто не мог перед ними устоять. И это он их уничтожит, и он их, значит, сотрет с этой земли перед тобой, и, значит, уничтожит их скоро, как говорил Бог. То есть нужно понимать, что все успехи, все достижения, все это идет от Всевышнего. Очень сильно Всевышнего благодарит за это, всегда об этом помнить. И самое опасное время – это хорошие моменты. Хорошие моменты в жизни – это самое опасное время для того, чтобы оступиться. Когда тебе плохо, тебе плохо, но ты не оступишься. Ты будешь, наоборот, стараться выкарабкаться, то есть у тебя включатся все твои силы, ты будешь молиться, ходить там, соблюдать, стараться, то есть как только кризис, все синагоди полные. Как только все хорошо, все пусто. Все забывают о Шамилл Кэха и начинают хвастаться. Кухи, вот, сым яди, значит, сила моя и сила моей руки сделали мне весь хай-ля-зэ. Посмотрите на меня, это сделал я. Самая частая ошибка, которая продолжается уже 3334 года. Все, дорогие друзья, удачи, успехов. Желаю всем, чтобы мы вспомнили сегодня и каждый момент жизни вспоминали все то добро, которое Бог сделал для нас и для всех поколений, которые были перед нами. И чтобы мы уже это не забывали никогда, не забывали Всевышнего. И чтобы Всевышний с радостью нам давал то добро, которое для нас приготовил, а мы были благодарными. И, значит, желаю всем, чтобы Ашема Малаколь Мишилот Лебеха Литова Теха, чтобы Бог наполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. И чтобы мы знали, что это Всевышний, прославляли Всевышнего. Все, всем удачи, успехов. Хорошего дня, хорошей недели. Спасибо, кстати, вам огромное за молитвы. То есть чудо, вот реальное чудо. Значит, что обычно было у меня, вот самое сильное в жизни это со спиной было. Я просто вот лежал, не мог двигаться. И, значит, но как Всевышний действует? Я попросил, вы помолились. Значит, я молился. Потом появился, мимо проезжал один человек, который вправляет спину, вот прям мимо проезжал. Зашел, вправил. Это утром было. Потом вечером появился второй человек, который просто там вообще, ну, мастер-мастер в этом деле. Сделал, вправил. Значит, все, я встаю в следующий день, слава Богу, все. И сегодня уже вообще, слава Богу, миллион раз не болит. Вот чтобы у вас было то же самое.